Денис, какое мячение для вас имеет этот аппетитатуры? Для меня подготовка к сезону, подготовка к сборной. Ну и проверить себя, свои силы, подготовку к началу сезона. Насколько вообще оправдались ожидания от чешских игр? Оправдались, но мы не выполнили ту задачу, которая ставилась, выиграть, как обычно, на первом месте, конечно. Ничего, но выиграть в следующий раз. Какой матч самый сложный был? Самый сложный раз с чехами был, потому что это был решающий матч, который мы выигрывали. Который устраивал нас буквально только победа в основное время. Мы его пропустили, к сожалению, за три с половиной минуты. Сами сравняли счеты, и чехи выиграли первые сезона. Если вообще сравнивать с прошлогодней этапной интегратуры, другие сборные усилились? Может быть, удивили чем-то? Чехи очень сильно усилились, потому что у них ноги вернулись из-за океана. Сейчас играют в КХЛ, и очень хорошая команда у них сейчас. Комментаторы говорили, что Денис бросал два раза и чуть-чуть мимо, на третий раз он должен забросить. Если так и получилось, ваши комментарии еще по шайбе. Ну, я не люблю себя, да, там, хвалит, он забил. Да, забил хорошо, и всегда люблю забивать. Я, тем более, в сборной. Но если не бросать, то голы, конечно, сами себе не придут, никто тебе не запишет гол. Но то, что забил, это здорово. Сергей Мазякин, была же спаска, то, что там, из ста, надо сто забивать. Армейцы вообще хорошо себя привели на этом этапе? У нас как-то слабо трещь с длинной, как и в инстантине. Ну, скажем так, мы в паре играли, очень понравилось. К сожалению, мы с ним в церкви не привлекаемся, потому что мы два правых защитника, а он слева, спасибо ему, что он слева сыграл, да. А опять еще слева и с какой-то микротравмой играл. У него что-то слева рукой было. И основной его приоритет в сбрасывании, к сожалению, не очень хорошо, он провел на них. Ну, а так, вполне все хорошо, наши звено очень хорошо. В матче с Чехией, после того, как забросили вторую шевру, ушли в оборону, это тактика была такая или просто поигры? Нет, тактики не было, да, правильно заметили, что ушли в оборону в самом начале третьего периода, потому что при счете 2-1 нельзя держать. То, что мы выиграем хорошо, но надо было атаковать, нельзя будет держать счет 2-1, вот нас на это и нападали. А вообще то, что европейский в страну, вот этот этап прошел, какое-то замечание не имело? Да, обычная подготовка просто из Олимпиады, как перенесли, из последней чешской этапы, как и вакурованной ранней. Так было уже, перед Олимпиадой всегда так. Вполне нормально. Первый матч в обрядах Флодовских, как вам там, понравилось? Хороший город, в Критиле много было, все, в Карабе, в России, конечно, должны были выигрывать, но, к сожалению, улыбка, почемно. За вас такая семья приехала бы болеть за СССР? Да, они всегда занимают, везде за меня есть, по Москве, по московской области, везде за меня. Вы сына-то отдали в СССР? Нет, сейчас 10 сентября отбаю. Не знаю, у него бы огромное желание, и у меня тоже, но у меня приоритет такой, что если сын помешать, то мне таких поблажек ему не будут делаться. Я уже сразу попросил, но отдаю, он 2005 года, он будет генераться в 2004. А с ДЦСК вы следили, как вы не играли на Кубкин Ворота? Ну, один матч, а в основном по интернету, да, играли. День матчах мы смотрели, повтори со Спартаком, очень здорово играли. Должен был Муня забивать, третий гол, когда он не попал, просто в ворота, вот мы с Песе Корнеевым расстроились, это в моментах. Вот, и, ну, так вполне неплохо команда сыграла. Последний матч с Динамо, я даже не говорю, тоже играли. Не все сразу выиграть.